Бензин попал в Москву, реку в Марьино. В воде обнаружили следы нефтепродуктов. Там работает Виктория Лукашева. Что там сейчас происходит на месте, узнаем из первых уст. Виктория, приветствую тебя. Насколько серьёзное загрязнение? Вообще видно ли это? И чувствуется ли в воздухе, что действительно есть испарение бензина от воды? Приветствую тебя. Ну, пока непонятно, бензин это либо вот... Это либо вот какое-то другое вещество, но, конечно... Скажем так, впечатляющее. И действительно, вот вода в Москва-реке окрасилась в такой характерный цвет. То есть можно понять, что загрязнение всё-таки есть, но запаха, вот по крайней мере, сейчас никакого нет, ничего не чувствуется. Но очевидцы, которые здесь были с самого утра, говорят, что утром какой-то вот такой характерный запах был. Сейчас сюда на место подъехала полиция. Это линейный отдел полиции на водном транспорте. Как раз вот те очевидцы, которые это пятно здесь и заприметили, которые переживают по поводу того, что как-то оно может отразиться на качестве воды, да, и вообще вот их жизни, скажем так. Они вызвали полицию сюда и сейчас дают объяснение. Роман, в двух словах хотя бы, да, расскажите, пожалуйста, насколько сильно здесь было пятно утром. Пятно, когда я приехал в 12.40, занимало одну третью зеркала видимого глазу поверхности реки Москва. Одна треть. То есть от берега до границы пятна, вот сколько глаз видел, это примерно метров сорок. Вот. Нефтепродукты занимают площадь, да, в длину, я сказал, метров сорок, это было с утра. А начало вот этой ленты, да, змеи вот этой нефтяной, оно чуть выше окончания территории под овощной базой. И тянется вниз туда по течению, скорее всего, до конца парка, там, имени 850-летия Москва. Вы нашли источник, откуда может быть вот этот вот нефтепродукт выливаться? Предполагаемый источник загрязнения находится чуть выше окончания территории Курьяновской под овощной базы. То есть я нашел границу, где чистая вода и вода с наличием нефтепродуктов. Окончательно утверждать, что это из какой-то трубы выливается, я не могу, но трубы там присутствуют. И чуть позже я вам покажу место, где эта труба находится. Да, мы обязательно туда съездим после прямого включения. А скажите, пожалуйста, вы сами не подходили еще к, может, руководству или охране этой базы? С администрацией этого комплекса я не общался, но охранник, который стоит на проходной во въезд к Курьяновской под овощной базы, сказал, что когда он пришел на работу, это было в 10.40 утра, вот эта вся нефть, она уже была. Полицейские сейчас каким образом могут вам помочь? Какие-то пробы будут брать или... Мы вместе с вами, вместе с сотрудником отдела полиции делаем общее дело. Пытаемся понять источник загрязнения, да, и принять меры к устранению. Вот, так что надеемся, что виновники будут найдены и такое не надо. А вы нам сможете прокомментировать, каковы ваши действия в данном случае? Вы только объяснительные... У нас есть все дела, которые занимаются в себе какие-либо комментарии в СМИ, я не могу комментариев показать. Хорошо, спасибо. Ну вот, действительно, после прямого включения мы обязательно съездим на плодовощную базу, посмотрим, действительно, есть ли там труба, о которой говорит Роман. Но сейчас я могу лишь подчеркнуть, что это вот такой район, где очень много предприятий. И здесь, ну, буквально на каждое, да, можно подумать, что, возможно, вот какой-то из них, либо, ну, как-то сбрасывает отходы в воду. То есть, пока утверждать, что это именно идут отходы из плодовощной базы, пока еще рано. Но я думаю, что в ближайших включениях у нас уже будет какая-то информация. Студия. Вика, а можно уточнить по поводу того, какие здания там находятся, вот ты сказал, что большая промзона, но, тем не менее, даже в таких местах появляются какие-то жилые строения, остаются, может быть, частные какие-то постройки. Удалось ли пообщаться, может быть, с кем-то из местных жителей, вообще, что говорят, часто ли такое происходит у них в районе, или то, что сегодня случилось, вот, появление каких-то нефтепродуктов на Москве реке в районе Марьино, это что-то из ряда вон выходящее? Ну, на самом деле, вот, как рассказал Роман, он говорит, что зимой видел здесь такое же, вот, ну, похожее пятно, да, но тогда он не смог понять, откуда же оно здесь взялось. Но других местных жителей пока мы здесь не застали, потому что я могу показать, да, что с одной стороны от реки идет вот такая посадка, здесь железнодорожный мост, и вот дома, они вдалеке только, вот, если вы видите сейчас, да, картинку, дома вдалеке. Вся остальная территория, это действительно промзона, поэтому здесь сложно, вот, встретить таких случайных гуляющих людей, да, но только те, которые, вот, ну, возможно, там, на пробежку, например, утром здесь выходят, как раз вдоль реки. Да, спасибо огромное, Вика, будем разбираться сейчас, что мы знаем, итак, выброс непонятных нефтепродуктов, возможно, это бензин, слили в Москву реку в районе Марина, пытаемся понять, кто это сделал, скорее всего, кто-то из местной овощей базы, в любом случае, будем разбираться, будем брать комментарии, будем выяснять.